Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Савицкий. Вы на нашем канале. Сегодня мы будем рассказывать про подовую печку. Хотел вас представить своего брата, моего лучшего помощника и технического руководителя Андрея. Вместе с ним мы... Вместе с ним мы недавно установили печь. Это будет вот это видео, которое вы сейчас смотрите наверху. ПТО 50. ПТО 50. Газовая, подовая, паротрубная печь. О чем же пойдет речь? Что мы будем рассказывать? Во-первых, в первую очередь мы хотели бы поделиться тем, что печь эта произведена в Турции, турецкой компании Panemor. Компания Panemor уже на рынке существует давно. Они широко известны были под брендом Encomak. Компания Panemor специализируется не только на подовых печах. Спасибо. Она тоже делает и ротационные печи, делители, округлители, мини-ротационные печи. Ассортимент достаточно большой. Даже делаются большие индустриальные печи максимальной производительности 20-30 тонн в сутки. Автоматизированные хлебозаводы делает компания. Но вот в нашем случае мы смогли привезти в Россию и установить вот эту вот подовую паротрубную печь. Подробнее давайте я расскажу о конструкции печи. Конструкция печи полностью печь выполнена из нержавеющей стали АСИ-304. Причем американская сталь. Печь сама по себе паротрубная. Друзья, вот расскажу про эту печь, про уникальную ее и самую интересную простую технологию. Уникальность технологии состоит в том, что по всему контуру печи идет труба 20-20 мм. У этой печи, в этой трубе находится вода. Разогреваясь, вода превращается в пар. Использование воды в трубах дает возможность выпекать очень равномерный хлеб. В отличие... Равномерную выпечку. Равномерную выпечку, да. Мы столкнулись с тем, что, допустим, есть подовые печи циклотермические. В циклотермических печах там есть воздушный контур, по которому проходит разогретый воздух между подами. И, соответственно, нагревается, тепло передается на выпечку, на камень и сверху, и снизу. Причем во всех этих газовых печках, я хотел бы отметить, температура одинакова на всех подах. Должна быть. Но при этом очень новые механики. Да, при этом очень много механики, затворок, всяких датчиков, электронных. Датчики, да. А вот эта печь, она очень простая и совершенно без сложных механизмов, да? Мы ее привезли, разгрузили и запустили ее в течение двух часов. Обычным шлангом подцепили баллон, газ. Газ и все запустили, все работает. Да. Все замечательно. То есть, особых навыков каких-то владений, чтобы обслуживать, запустить эту печку, владеть не надо. Редуктор, понижающий. Здесь какой редуктор получается? Наверное, в горелке обычный, вообще, механический. Проще некуда. Вот выдувает газ. Вот форсунки, которые менять надо. Это вот на пропане получалось. Ой, на жиженом, на природном газе стоят. А вон запасные висят на жиженый газ. То есть, грубо говоря, в течение двух минут открутил, поменял, баллон подключил и пошел в работу. Стоит там безопасность, комплекс безопасности. То есть, при... То есть, у меня горелка такое же. Да. При... Если горелка автоматически... Ну, сама погасла, то печка тут же выключается. Блокирует газ. Сразу светится кнопочка авария. Нажимаете и тут же продолжается работа. Печь работает как на жиженом газе, так и на природном газе. Для того, чтобы ее перенастроить, достаточно всего лишь. Который вот в комплекте с жиклёром поменяет. Из пропана на природный газ. Это меняется в течение пяти минут. Сзади подключается шланг. Либо природный газ, либо жиженый. Никакие редуктора дополнительно не ставятся. Просто вкручивается диаметр на 20. Прикрутил и пошел работать. Все выпускается. А что еще надо подключать к этой печи? Сколько киловатт электричества? Получается, идет подключение на 220 вольт. Фаза 0.5 киловатта. Это потребление идет на включение соленоидных клапанов. То есть на каждый контур. В данном случае мы ставили печку на 4 пода. Значит идет 4 соленоидных клапана, которые дают впрыск воды. Управление на пульт. И управление на менеджер горения, который управляет, естественно, горелкой открытого типа. Отлично вообще. Пар давайте сразу. Давай пар. Сразу. Все главное. Пар, пар, пар. А этот не сразу? А этот на другой под посадим. Мы как раз по ды проверим по паре. Из механики у нас в принципе все. Сзади печки подключается канализация. Ну не канализация, а слив воды с гидрозатвором. Диаметр 20. Газ, как я говорил, диаметр 20. И вода. Диаметр 20. Все подключение какое нужно. А сверху ставится вентиляция. И водится, естественно, наружу на улицу. Ну для дымоудаления отработавших газов. Ну так как у нас открытая горелка, там наверху стоит такой колпачок для искра гасителя. Да, я понимаю. Все. Грибовь. Грибовь. Все настолько просто. Настолько очевидно. Что? Что вот лучше, чем вот этот вариант, не придумаешь. И я могу сказать. Даня, все-таки повторюсь, единственный недостаток, все, как бы все говорят, как даже я скажу, это единственный недостаток. Единственный недостаток, печка долго нагревается. Полтора часа нам надо ждать, чтобы она вышла на нужную температуру. 260 градусов, это ее максимальная температура, так прописано. А теперь о самом важном преимуществе этой печи. Печь настолько статична, что можно выпекать на этой печи, просто открыв дверцу. Положи в хлеб и наблюдай, как выпекается хлеб. Продолжим. Мы не сказали про камень. У данной печи четыре яруса. Ширина яруса, фронтальная ее часть, полтора метра. Глубина 850 миллиметров. Это мы говорим про печку ПТО-50. На каждой из ярусов уложен каменный пот. Каменный пот, он у нас каменная плита. Ее изготовили в Австрии по заказу компании Панемор. Одна этой плита, она усилена, армирована. То есть, если даже, даже не дай бог, если она треснет, ничего с ней дальше не произойдет. Она точно так же останется на месте. То, что трещина может повлиять на качество выпечки, это уж вряд ли. Потому что, в первую очередь, мы уже говорили, что печь паротрубная. И в каждой из этих труб находится вода. Она равномерно прогрета и равномерно передает тепло. Поэтому на равномерность выпечки, ну даже если вдруг, не дай бог, треснет камень, это никак не повлияет. Вот еще есть такая маленькая особенность, почему паротрубные печи стали очень популярны в Турции. Турки очень любят эти печи, лишь только за то, что они очень равномерно пропекают хлеб. Они пекут пшеничные хлеба. В Турции нет ржаных хлебов, и для них это деликатес. Даже не то, что деликатес, они даже его есть. Потому что для них это, ну, неизвестный для них продукт. Но они в основном выращивали и столетия-столетия пшеницу. И поэтому белый хлеб для них был самым важным. Конечно, равномерность выпечки на белом хлебе сразу видна. Если в любую другую циклотермическую печку, любого другого производителя вы положите белые хлеба, то вы заметите, что одна сторона печи плохо печет, другая сторона зажаривает. Все это связано именно с тем, что это циклотермическая печь. В нашем случае мы говорим о паротрубной печи. Паротрубная печь, она передает тепло мягко. Пусть она там стоит. Он вообще должен вот так вот по камню бежать. То есть мы там... Противень они ухудшают времени по выпечке. И домишко слабое у них будет на этом противне. И камень мы портим и протвиняем. Я думаю, что вот эта печь при выпечке бисквитов на 180 градусов, это просто будет бомба. Любая кондитерская фабрика будет за радость иметь такую потовую печь. Вот попробуй на такой печи получить какой получится бисквит. Он будет пыше. Он будет два раза больше, чем на ротации. И в нем останется много влаги. Да. Он будет насыщенным, влажным. И кроме этого он будет и по весу. Во-первых, производитель по любому выгодит. Вес. Это очень хороший как бы... Кондитер. Реально. Ребята, если вы кондитер и вы смотрите это видео, вы должны обратить внимание на эту подовую печь. Обязательно надо попробовать выпечь бисквит. Не то, что попробовать, а приобрести, купить эту печь и делать такой бисквит, у которого нет ни у кого. Только у вас. В отсутствие воздушного воздуха, вот этой конвекции, мы получаем другой результат. Воздушного потока. Воздушного потока у нас нет. Еще про воздушный поток мы скажем попозже. Суть момента получается в том, что мы ставим в эту маленькую пекарскую камеру. Высота у нее небольшая, 18 сантиметров. Ширина, я уже говорил, полтора, глубина 850. Это большая самая печка из вот этого мини-подовых печей. Ставим мы туда вот этот продукт. Он сразу начинает выпекаться. И, друзья, конечно, можно выпекать на противнях. На этой печке можно поставить противень и ложить. Но я вам так скажу. Весь кайф всего процесса, то, что хлеб именно ложится на камень. Вот когда тесто непосредственно соприкасается с камнем, вот это вот начинается настоящая выпечка. Да, вот она получается такая хорошая, твердая корочка, донышко у хлеба будет. И я так скажу, вот при выпечке на камне, на каменном поду, мы имеем еще такую определенную особенность. Хлеб начинает не только подниматься, его начинает даже вытягивать. Даже если у вас мука плохая, криковина слабая, и декатом, ну, тесто ползет, расползается, в этой подовой печи выпечка именно на камне позволит хлебу его вытянуть. То есть он станет такой, края у него начнут отрываться, они станут более округлыми. Вот. И, естественно, когда вы даете пар, тут вы зацепите все по контуру, и вся продукция у вас будет, конечно, непосредственно блестеть. В чем особенность подовой печи, то мы не сказали, самое важное, вот когда хлеб ложится именно на камень, и если вы обязательно, обязательно старайтесь на нем делать надрезы на этом фельре, что происходит... Да, во-первых, это вы увидите красивый надрез, то есть раскрытие. Что происходит дальше с этим раскрытием? Вот та вся жженая мука, все вот это то, что горело, вот этот вот аромат, он начинает впитываться, и то, что все происходит, вот это горит вот в этой пекарской камере, все это начнет, начинает... Проникать внутрь хлеба. Внутрь хлеба, да, через этот разрез, и тесто, как губка, начинает впитывать, и вы тем самым получаете более яркий, насыщенный аромат, чем можно себе представить. На ротационной печи вы такого хлеба не получите. Однозначно. С маслом больше глянца или такое же? Ну, она такая получается. Более такая, да? Желкая. Это на ротации вот такая. Она вот такая получается. Она получается более мягкая. Это мягкая. Вот смотри, я... Это... Лепешка, просто лепешка. Она уже, уже, видишь, она отходит. Если я сейчас засуну там... А это вот с этой, с новой печки, да? На производстве. И мы еще хотели сказать о том, что многие пекаря, видя такую печку, и им говорят, что придется работать лопатой, выпекать, с посадчиками хлеб ложить. Они когда видят и говорят, о-о-о-о, мы на таком работать не будем. Они эти печи не любят. На самом деле им плевать. Сами пекаря, работники. Да, работники, работники. Ваши наемные работники, они не любят эти печи. Они... Потому что, ну что, ротация это кайф. Это дверцу открыл, тележку поставил, кнопку нажал, пошел курить, дальше что-то делать, работать. Им же надо... От количества произведенного хлеба, им надо побольше произвести и пораньше свалить домой. А на самом деле это, как бы, не очень хорошая, как бы, ситуация. Потому что они начинают торопиться... Выдавать брак. Но это внутренние, как бы, проблемы любой пекарни. С ними надо бороться. Касательно... Нашей ситуации. Почему пекаря их не любят печки? Возьми много. Хлеб надо предварительно расстоять в корзинках. Потом хлеб надо прокинуть на посадчик, либо на лопату, потом с этой лопаты скинуть. И так это... Либо на локоткань. Да, либо на локоткань. Но это такая фигня, да, с каждым хлебом мучиться. Туда его, сюда его. Конечно, проще на тележке. Но вы, как собственник, вы, как хозяин этой пекарни, вы хотите получать такой качественный хлеб. Такого, чтобы не было ни у кого. То есть он должен быть вкусный, ароматный и конкурентный. Чтобы, допустим, покупатель, придя в ваш магазин, сказал «Не, мне вот это вот не надо, я хочу вот этот вот. Он мне, ну, нравится». У нас мама, да? Вот она подсела на этот литовский с изюмом. И все. Кровюшки или как-то. Кровюшки. И заставляет ездить, покупай. Ну, кроме того, что у грех долгий. Да. И забывают, что у нее она остывает так же энергией. Вот. Про остывание хотел сказать. Мы как раз покинули пекарню. Где-то в 10 часов вечера мы покинули пекарню. Оставив печку на температуре 180 градусов, да? Не бойся. В 7 утра приехали. Запустили. Запустили ее. Температура у нее была 78 градусов. То есть, фактически, за 9 часов она потеряла 100 градусов. Да? На ней вот по перепадам, по температурам не поиграешь, не попечешь. Да это и не надо, ребята. Вот эти все игры с температурами туда, вверх, вниз, оно как бы не особо нужно. Да, возможно, ржано-пшеничному хлебу нужно там температуру 260-240. Но 260 это на ротацию. Да, ну, значит, надо распределить режим труда. А здесь там не надо 260. Вначале выпекали формы пшеничного. Да, Андрей. Вот Андрей говорит абсолютно правильно. А потом наставание эти на понижение температуры. Здесь все зависит именно от организации труда. Сейчас мы когда содержали вот этот хлеб, мы забыли закрыть заслонки. Они были все открыты. То есть пара мы дали, пара с нас выше. Пар ушел туда. И глянца не было. А так, это вообще, на все это заслонки забыто. Раз, два, три, четыре. Да я понял, это не так. Обычный пульт механический. Да я понял. Заслонка. Заслонка здесь не доставит. Он открывает, он подавает. Да, 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 оно видно. Там оно видно, что он падает. Видать, заслонка первая, средняя, еще ниже. Ну, короче, первый, второй. Ротка не готова на батон? А? Да, да. Подовая печь мобильная, то есть на колесики. Ну вот именно ПТО 50 и ПТО 40, да, вот эти вот модели, маленькие подовые печки, они мобильные, они именно на колесах. Все другие подовые паротрубные печи, которые вы можете посмотреть на нашем сайте, вот здесь вот я напишу наш сайт, они все стационарные. То есть тут нужен монтаж. Монтаж длительный, занимает от трех до пяти дней. Ну не забывайте, там уже не открытого типа горелка идет, а горелка обычная. То есть по киловаттам там идет от пятидесяти килокалорий в час, то есть горелка идет хотя бы, если брать итальянскую, F-10, F-S-5, мощностью от пятидесяти киловатт начинается. И уже, то есть, ну расход, конечно, больше идет, но нагревается быстрее. Нагрев быстрее, да, там и со слонками, но она более автоматизированная, там можно даже и, ну программа, пульт будет стоять, но на таких печах нет смысла ставить какие-то программы с рецептами выпечек. Подовая печь, она, еще раз говорю, она очень статична. Там вот эти все игры с температурами, они абсолютно не нужны на этих печах. Поставил 200-220, и все, и печешь на данной температуре. Таймер выставил, и точно так же на этом таймере держишь. Нет конвекции, нет вот этого. Да, пекут немного дольше, на 20-30% по времени хлеб выпекается дольше, чем на ротационной печи. Нет, ни в коем случае, ребят, я не говорю о том, что подовые печи это панацея. Нет, ни в коем. Ротационная печка, она есть, должна и быть, обязана быть на производстве. Речь о том, что сегодня в современной пекарне необходимо работать и на подовых печах, выпекать ремесленные хлеба. Мы вот сначала готовили это видео, и в наше выступление хотели начинать тему о мини-пекарнях, о том, что они в каждом городе плодятся, как грибы, тут размножаются, там какой-то определенный рост. Есть тенденция такая, ну как это, тренд. Куда ни ткни, везде эта франшиза. Купи франшизу, будет тебе пекарня, все будут счастливы. Ну, по этому поводу можно сказать следующее. Трудно смотреть, когда машина тебе на встречу едет. Я не смотрю. А я не могу не смотреть, у меня глаза в разные стороны. Я опять боюсь. Предприниматель, пекарь. Даже несмотря на то, что у него есть одна, две или три ротационные печи, он все равно должен думать о том, что ему надо ставить подовую печу. Если он хочет получить достойный каравай, достойный подовый хлеб, ремесленный хлеб, а он сейчас очень хорошо пользуется спросом, потому что рынок-то не стоит на месте. Мы видим, что сегодня, еще раз повторюсь, про пекарни, которые плодятся как грибы на каждом перекрестке и размножаются. Они ведь переродятся. Они сегодня выбили 50% рынка у городских хлебозаводов. Хлебозаводы еще сами этого не знают, они не понимают. Вот это, наверное, опять народ начал медленно кушать хлеб. Я не знаю, что они думают. Но на самом деле рынок они теряют лишь только потому, что не просчитываю, в каждом дворе, в каждом микрорайоне открывается пекарня. И они растут как, ну, не останавливаясь этот брак. Ну, мне кажется, что они потерялся рынок только из-за того, что они же в основном специализировались на чем. Петерелки у них стояли. Большинство, правильно? Да. И они большинство выпекали формовый хлеб. А судя по пекарням, мы не мини-пекарням, которые сейчас работают. Они выпекают 40-50 булок в сутки, в смену, в день. А остальное все у них идет кулинария. То есть человек уже стал больше кушать вкусный хлебушек. Только формует один, надоело уже есть. Ну, я думаю, что в целом эти пекарни тоже будут перерождаться. Они будут, если, допустим, пекаря не предпримут в ближайшее время, какие-то планы не надо обгонять. Там просто видно, что там едет еще машина из-за бугра. Да ты смотри туда. Там просто ужас, блядь. Я туда смотреть не буду. В ближайшем будущем те пекарни, которые сегодня существуют, и вы их видите на каждом перекрестке, они переродятся, они изменят свою структуру. Некоторые просто станут кафешками, забегалочки, какие-нибудь там кондитерки. Другие перерастут в пекарни ремесленного хлеба, пироговый, пирожковый. То есть рынок будет расти. А про управление? Управление, значит, там стоит элементарный пульт, на котором настраивается температура и настраивается время. Время можно настроить для того, чтобы посадили хлеб, если уже монопродукт выпекаете, и 10, 20, 30, 40 минут, там без разницы, по минутам настраиваешься. Также на каждый пот идет отдельный впресс-клады, подача пара. Сколько секунд держите, сколько секунд идет и впресс-клады. То есть все элементарно и просто. Минимум электроники и механики. Андрей, тебе понравился парогенератор? Парогенератор очень мощный. Мощный! Друзья, настолько мощный, что это просто бомба. Последний раз, когда перед отъездом запустили печь, мы пекали хлеб, подали пар на 4 секунды. Ну, там давление воды было очень хорошее на пекарне. На 4 секунды всего лишь. Вообще, культ парогенераторов это вот на всех турецких печах. Турки просто не могут жить без пара. Для них глянец имеет большее значение, чем можно представить. Поэтому, не удивляйтесь, если вы приобретете такую печь, у вас будет настолько классный глянец, я думаю, что... Без использования лишних. Да, никакого масла. То есть, мы некоторым пекарям, этому же пекарю показали, говорит хлеб, а мы этот маслом мажем. А этот даже и не мазали маслом, зато какой глянец получили. Ну, все это глупости с маслом. Это вообще лапши, лапши. И качество продукта портится из-за этого масла. Лучше хлеб выпекать без всяких лишних. Натуральный. Натуральный, да. Натуральный хлеб. Я вот, допустим, в последнее время вообще не могу есть хлеб. Вот мне больше всего нравится только ржано-пшеничный хлеб. Заварный. Ну, заварный, это вообще, мол, бородинский, венский. Вот. А то, что сейчас многие пекут формовой хлеб, вот это, да, по ускоренной технологии, опять же, вот эти вот хлебницы всякие, они работают по ускоренной технологии. Замесил, кинул в дежу, тут же выпил, тут же продал. И их единственное преимущество это то, что горячий хлеб. Все. Других преимуществ у них нет. Никаких. Ни работа с холодным брожением, ни с заквасками, ничего. Даже опары нет. Да, и опары нет. Просто варят, ну, извините, портят пшеницу. Портят желудки наших соотечественников. Это неправильный хлеб. Не ешьте его, друзья. Друзья, если вам понравилось это видео, если вы считаете, что данное общение будет для вас и для нас полезным, то ставьте комментарии, оставляйте их, поддерживайте нас, пишите, нужно ли дальше нам записывать подобные видео, делиться с вами нашими идеями, мыслями, эмоциями. Эмоциями. В принципе, любой ваш комментарий, положительный, отрицательный, будет для нас полезен. Спасибо вам, друзья. До новых встреч. С вами был Алексей и Андрей. До свидания. Компания Хлеб Оборудование. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»